Торжество православия Почему именно после первой седмицы поста совершается этот праздник? Потому что тогда можно торжествовать духовно, когда ты именно находишься в состоянии поста и молитвы. Это два крыла, которыми мы поднимаемся от земли на небо. Но если еще возвратиться к празднику и посмотреть вокруг, разве торжествует православие сегодня? Сегодня большинство людей, они вне храмового пространства, они не так часто ходят в храм или вообще не ходят в него. Ведь торжество православия это не количество людей, а что же такое торжество православия? Это победа Бога, божественной благодати над теми грехами, которые со всех сторон окружают нас. Что божественные ростки, они еще есть. Соблазнов столько, то есть столько микробов вокруг, чума, холера, духовная. Что вроде бы все должны быть инфицированы и даже инфицированы, но люди не погибают. То есть божественная благодать хранит каждого человека. И от человека только стоит открыть рот и получить вот это лекарство, лекарство от самого страшного греха, от самой страшной болезни, которая называется грех. И вот церковь вспоминает вот это событие, когда последняя вот такая очень длительная ересь была побеждена. Это именно торжество иконопочитания. Побеждена была иконоборческая ересь. То, что мы сегодня видим в наших храмах, особенно северных, вот эта потрясающая красота. Небеса, так называемые, другие шедевры. То есть это показатель нашего богословия, нашей благодати, имена в красках. И вот я хотел бы пожелать в этот день каждому из нас задуматься, а торжествует ли в нашем сердце сегодня именно Христос? А готовы ли мы впустить его в свою душу? А готовы ли мы ради его награды пожертвовать чем-то малым? Отказаться от какой-то страстишки? От осуждения? От злопамятства? От неприязни? От объедения? От пьянства? И так далее. То есть и мы будем отказываться, будем бороться, точнее даже, с этими грехами, то Господь будет тогда нам помогать. Иоанн Златоуст пишет, что Бог помогает не только тому, кто побеждает, и не только награждает победителей, но он награждает, в отличие от Олимпийских игр, других каких-то соревнований, всех участников, просто за сам процесс борьбы. Будем мы с вами вести эту борьбу за чистоту нашей веры, за чистоту наших сердец от греха и страстей. Аминь. Аминь.